Привет всем! Давайте сегодня будем разбираться, как правильно пилить деревья, то есть как их правильно направить, какие нужно учитывать нюансы и так далее. В общем, смотрим. Сегодня мы разберем, как правильно их пилить, валить целиком на вот этих тополях. Тополь это очень высокое дерево с высокой кроной, и все равно, вроде бы он растет ровно, но у некоторых деревьев есть наклон, и это нужно учитывать. И еще обязательно учитывайте ветер. Во-первых, что нам нужно учитывать? Это высоту дерева, то есть поместится ли твое дерево на участок в принципе, да? То есть нужно примерно понять, хватит ли вам места. Если же места не хватает, то нужно подниматься и пилить дерево хотя бы пополам, да? Ну, то есть все зависит от места. Здесь у нас места в принципе дофига, поэтому все деревья будем валить целиком. Итак, что еще нужно учитывать? Это его уклон. Посмотрите вот на то дерево, то есть там тополь, он растет под уклоном. Там у нас провода, там дорога, то есть в ту сторону это дерево в любом случае будет падать в ту сторону. И никогда не думайте, что дерево, даже если у него небольшое, вот смотрите, вот здесь вот у дерева есть небольшой уклон. То есть вот это дерево, оно все равно наклонено вот в эту сторону немного, и падать оно будет сюда. Даже если вы выпилите клин с той стороны, вам это не поможет. Вот я просто несколько случаев таких своими глазами видел, когда люди сами начинают пилить, да? Потом вызывают нас, мы приезжаем, смотрим, а там тадан, прелесть. То есть люди начинают пилить клин с этой стороны, потом подпиливают дерево с этой стороны. Вот что они хотят, чтобы дерево упало туда, да, в сторону клина. То есть дерево всегда падает в сторону клина. И они хотят, чтобы дерево упало в сторону клина. Но такого не бывает. Ну, это физика, да, это невозможно. То есть ты вроде бы теоретически сделал правильно, но это нереально. Просто сделать так, чтобы оно в противовес ушло. Просто так вот само оно не упадет. Поэтому, если дерево наклонено в эту сторону, то есть либо вы валите его в эту сторону, либо вы используете веревки. Вот, допустим, с тем деревом, которое сейчас идет на дорогу, на провода, да, нам придется его перетягивать веревкой хотя бы сюда. То есть, ну, на участок. Я не говорю, что мы его перетянем на эту сторону, но хотя бы вот на участок мы его должны перетянуть. Вот, при этом, если вы хотите работать с веревкой, нужно использовать полиспаст. вот просто так вот один человечек с два человека 10 человечков с веревкой это не работает нужно использовать полиспасты и я думаю мы сегодня тоже вам это покажем то есть как это будет ну посмотрите вот так давайте сначала разберемся с техникой пиления то есть когда мы выпиливаем клин если мы хотим чтобы дерево падала туда то клин мы выпиливаем снизу пропил и диагональный против то здесь должен вылезть вылететь кусок такой как арбуз да причем выпиливаем это не на половину дерева не больше клин выпиливается на одну третью на одну пятую то есть максимально длина клина это одна третья часть всего ствола то есть если вы делаете это больше напополам например да вдруг вдруг дунет ветерок или крона там более тяжелое с той стороны дерево просто может само по себе упасть потому что она теряет силу вот поэтому клин делается небольшой и с той стороны допиливается вот при таких маленьких деревьях с другой стороны ну то есть обычно в пропил с той стороны до вбивается другой клин чтобы дерево не ушло на ту сторону но здесь толщина шины просто не позволит поэтому уже придется так. Но у этого дерева есть уклон, поэтому оно само по себе упадет. Пилить у нас будет Яна. Кто молодец. Итак, если вдруг у вас какая-то ситуация опасная, там, не знаю, что-то с той стороны провода или что, то есть вы не уверены, либо есть наклон, используем полиспас. Сейчас покажу, что мы делаем. То есть у нас есть вот такая чудо-палка. Карабину давкой шпыг сделали. И тащим его наверх. То есть дело, конечно, непростое, но вполне выполнимое. Так сказать сложно, но можно. Ян дернешь за конец? Натяни веревку. Так вот. Все. Такс. Уходим теперь назад. Смотрим, что у нас там. Натянули полиспастик. Здесь у нас шант, ролик. То есть шант пристегнут к этой основной веревке. Там у нас идет устройство, которое автоматически блокирует веревку. В нашем случае это промальп. В простонародье сковородка. Из-за его формы. И веревка, выходящая из него, проходит через ролик. И таким образом мы тянем дерево на себя. Посмотрите сейчас на дерево. И оно. То есть я уже при такой высоте, там примерно метра 4, я могу его уже гнуть. Но прежде чем клин... Вот сейчас я чуть-чуть подтянул, да? Сильно нельзя. Потому что если вы сильно натянете сюда, то клин будет тяжело выпилить. Ну то есть дерево будет сгибаться и клин зажимать. Поэтому сначала чуть-чуть подтянули, чтобы удерживать. Клин выпилили. И только после того, как клин выпилен, с той стороны начинаем тянуть. Ага, поехали. Яна будет пилить. И вот там какой-то шмель в кустах начал возиться. Ждем, когда выпилит клин. Так вот Яна показала мне только что, что клин выпилила. Я потянул, и дерево, ба-бах, упало. Ну все, это в принципе очень просто выглядит, конечно. Ну блин, не знаю, когда умеешь, и ничего сложного. Сейчас мы хотим показать вам один вариантик, как делать не нужно. То есть вот так не пилим. То есть сейчас мы пилим без клина. Вот, мы находимся в поле. У нас как бы тут ничего страшного. Вот, дерево начинает зажимать, потому что... Почему? Потому что оно ложится на пиргу. Понятно? Это одна из проблем, которые я сейчас подталкиваю, и дерево пошло. Вот. Дерево падает. Где-то бывает, что кора просто не отрывается. Дерево висит потом. Это уже такой... Ну, геморрой лишний, короче, который вы придумаете себе. Поэтому, то есть, если вы пилите без клина, если подует ветер, то дерево может пойти в любую сторону. Вот. Поэтому без клина не пилить. Ну что ж, теперь будем валить. Вон там два больших. Самые большие. Ну, благо места дофига. Париспаз сделали. Сейчас сюда потянем. Куда-то прям до меня должен прилететь. Ну вот, я спилил тополь. Лег туда, куда нужно. С него сочится сок. И у меня вся нога мокрая. А вот настала фигня, когда нельзя работать. Начался такой нормальный ветер. Вот видите, вот этот огромный тополь. То есть, мы его поплавно должны были перетянуть сюда. Веревку только кинул, короче. И ветер начался. Его гнет на ту сторону. И при такой высоте веревки, то есть, она сейчас где-то на 4 метрах над землей привязана, этого очень мало. То есть, мы его физически просто не сможем перетянуть. Даже если мы его не сможем чуть-чуть сюда наклонить, он, скорее всего, туда на трансформатор упадет. Поэтому в таких условиях работать нельзя. Вот. И поэтому мы сейчас сидим, ждем. Просто пока этот ветер пройдет. Либо же, как вариант, нужно лезть по дереву, кидать веревку как можно выше. И желательно тянуть вот именно в противоположную сторону от того, как его сгибает. Не сбоку где-то. То есть, сейчас веревка сбоку подходит. А нужно вот с этой стороны веревку уделять, чтобы противовес создать. И только так можно его вытянуть. Вот. Да. Мы немножко подождем. Может ветер успокоится. Вот. Работа, в общем, наша окончена. Все тополя повалили. То есть, все это сейчас вот там лежит. Ребятки сейчас восстанавливают провода. Не потому, что мы их рвали. Потому, что их снимали до того, как мы пилили, чтобы это было дешевле, скажем так. То есть, если бы провода были, нам бы пришлось их разбирать по частям. Это было бы в разы дороже. А без проводов поле вали куда хожь. Вот. В общем, все эти тополя положили в центр. И сейчас давайте в оконцове я вам несколько еще покажу моментов, что нужно делать, чтобы пилить безопасно. Поехали. Когда вы начинаете пилить, вокруг дерева, частенько бывает всякая поросль растет, да, ее нужно сначала убрать. То есть, все вокруг нужно очистить, освободить. То есть, попилить все, что растет здесь. И самое главное, тебе нужно освободить путь для своего отступления. То есть, когда падает ствол, если ты планируешь, что он будет падать в ту сторону, с этой стороны обязательно должно быть место, куда ты можешь хотя бы 2-3 шага сделать, чтобы убежать, отступить, что-то вдруг пойдет не так, чтобы ты смело мог быстро шагать, бежать и не спотыкаться. То есть, вот это очень важно. Потому что не всегда идет так, как ты планируешь. И вот такой момент, когда дерево ваше падает на какое-то здание, на какой-то бугор, на что угодно, то есть, на какую-то возвышенность, всегда отступайте. То есть, люди у нас часто не видят этих моментов, ситуаций, когда дерево видят просто падает, оно часто ложится просто на землю. Но когда дерево, особенно когда возвышенность не там далеко, а вот здесь близко, то есть, когда дерево падает на бугор, вот эта часть ствола, она часто подпрыгивает вверх. И таким образом людям ломает челюсть, лицо и так далее. То есть, вот это вот очень... Будьте внимательны, то есть, пилите, дерево начало падать, вы уже видите, что оно наклоняется, все, оно пошло, оно уже треть пути прошло. Просто отходите назад. Не надо стоять и пялиться на то, как оно падает. Ты должен отойти. Потому что, если этот ствол подскочит, тебе просто челюсть проломит, и ты там будешь валяться. Короче, будьте осторожны. Ну вот теперь узнаете немного больше о том, как нужно правильно валить деревья. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока. Пока-пока.